В общем, берем щипчики, зацепляем вот этот тен, поднимаем вверх. Ну что могу сказать, вполне даже жарить себе очень даже неплохо, при том, что это даже не самая высокая температура в этой мультикухне. Вот у меня уже молочко 200 грамм. Ну обычное вот такое молоко я беру, чтобы его можно было хранить подольше. Ой, уже прям не могу как хочется. Это ж вкусно, нереально вкусно. Поэтому достаточно просто мокрой тряпкой сначала помыть, а потом уже замшей вот этой протереть все. Вот я добралась до финишной прямой. Всем привет, начинаю новый влог. Девчата, вы думаете, чего я такая красивая сегодня? Я только что сняла для вас видео Василек. На этот раз я сделала заказ для сына, для его семьи, для невестки, для внучки. А то бы мне как-то кто-то там писал в комментариях, что я все время дочки заказываю, внуку много заказываю, обделяю сына. Вообще на самом деле у моей невестки день рождения в начале мая, а после нее через две недели день рождения у внучки. Поэтому я решила на этот раз сделать заказ в основном для их семьи. Себе я заказала только одну вещичку, а и носочки, да. Вот, ну и заказала им там и постельное белье, и что-то там из одежды. И еще, кстати говоря, сегодня мне нужно будет зайти, забрать заказ в Фаберлик. Там тоже кое-что есть из подарочков. В общем, наберу большой пакет подарков и потом пойду их поздравлять. Ну, сейчас у меня невестка с внучкой находятся в деревне, у тещи, у тещи моего сына. Поэтому вот у меня, к сожалению, померить Наташа не смогла. Вот эти обновочки, которые ей там заказала. Ну, ничего страшного. Потом, когда приедут, тогда и померю. Вот, ну а что я сегодня собираюсь сделать? Ну, сейчас я сейчас сяду монтировать видео Василек. Василек выйдет раньше, чем вот этот флог. Если кому интересно, что я там на подарочке заказала, заходите, посмотрите это видео. Ну, и еще я хочу кое-что так по мелочи приготовить. Ну, посмотрим по времени, как это будет. Сейчас пока что я пойду монтировать видео. Я решила показаться вам такой вот раскрасавицей. Потому что я редко в последнее время девочке крашусь. Ну, а что, никуда не хожу дома, что краситься? Лишний раз не хочется. Вот, но так как у меня потом начинают болеть вот глаза, даже от тоналки. Вот даже если только тоналку, я ресницы не красила, тени немножко. И даже вот от тоналки, от теней начинают болеть у меня глаза. Поэтому я чуть позже умоюсь. И потом буду естественная, как всегда, с вами. Вот, ну ладно, не буду вас слишком сильно забалтывать. Хотя кому-то очень нравится моя болтовня. Вернусь чуть-чуть попозже. Девочки, я решила сегодня приготовить отбивные. Но только не на моей любимой сковороде, которая уже немножечко подпортилась. А вот я вспомнила, что у меня есть сковорода от мультикухни. Она была в комплекте. И, кстати, сеточку, кто спрашивал, в которой я готовила фри, это тоже была в комплекте с мультикухней. Там поднимается тен вверх вот такими щипчиками. И ставится сковорода. Вообще в мультикухне температура максимальная. 180 градусов можно выставить. Это в режиме мультиповар. Но я не буду выставлять режим мультиповар. Я просто поставлю режим жарка. Там, по-моему, до 150 градусов. Я думаю, там нормально. Там тоже в рецепте есть отбивные свиные, которые готовятся вообще в чаше. Ну вот я решила приготовить в сковороде. И заодно протестируем это дело. Посмотрим, как у нас эта сковорода будет справляться. А то, может быть, я пока магазины закрыты, пока я сковороду новую не могу купить, может быть, буду обходиться этой сковородкой. Ну, по крайней мере, для приготовления, вот, например, отбивных, там, или яичницы, что-нибудь такое, вот для чего не обязательно прям большая сковородка нужна. Большой вот хорошо можно тушить. Капусту тушила, все прекрасно получилось. Вот. Ну, отбивные, я боюсь, что они могут, может быть, подгорать будут или еще что-то. Ну, в общем, короче говоря, сейчас я хочу установить вот этот тен. Отбивные я уже отбила. Осталось их только обмакнуть в яйце, обвалять в сухарях и на сковородочку. И еще я сварила в мундире картошечку. Я еще хочу немножечко ее еще обжарить. И, в общем, получилось у меня что-то такое вот блюдо. Картошечка с отбивными. Вот. Ну что, давайте сейчас будем пробовать. В общем, берем щипчики, зацепляем тен, поднимаем вверх. И надо повернуть его против часовой стрелки. И он должен там зафиксироваться. Во! Я чувствую, что зафиксировался. Так. Ну, это, в общем, приноровиться надо. Ну, а теперь ставим сюда сковородочку. Вот так. Отбивные две штучки я взяла, свиные. Я их уже отбила. Теперь я возьму яйцо, померлочные сухари. Одно яйцо. Немножечко вилочкой надо взбить. Да, чуть-чуть присолю немножко. Парить. Так. Отбивные. Чуть-чуть посолить, поперчить с двух сторон. Так. Так. Чуть-чуть посолить. Ну а теперь их яйцо. Яйцо. Все, отбивные я подготовила. Теперь я включаю мультикухню. Ставлю режим жарко. Попробую на режиме жарко готовить. Добавим масло. Подождем, пока масло чуть-чуть прогреется. Ну все, масло вроде бы прогрелось. О, хорошо. Ну и посмотрим, сколько по времени жарить. Ну примерно минут 7 с одной стороны и минут 7 с другой стороны. Ну что, прошло 7 минут. Я хочу перевернуть, посмотреть. Ну в принципе ничего, так подрумянивается даже. Очень даже неплохо. Хорошо, пускай жарится дальше. Еще 7 минут. Я хочу еще положить сюда картошечку. Здесь место есть. Пожарится еще картошечка. Ну что, могу сказать. Вполне даже жарить себе очень даже неплохо. При том, что это даже не самая высокая температура в этой мультикухне. В общем, я довольна. Сейчас дожарю и буду кушать. Девочки, смотрите, какая у меня красота получилась. Какой шикарный обед, а. И все подрумянилось. И хрустящая корочка есть. Все отлично. Вообще мультиварка, мультикухня вернее. Она меня просто приятно удивляет. Все, сажусь кушать. Не говорите, что я вас соблазняю. Соблазняю. Да, я вас соблазняю. Фух, девочки, смонтировала я видео. Сейчас оно выводится. Василек, посмотрите. А, кстати, что я хочу сказать по поводу отбивных. Отбивные получились отличные. Сочные, мягкие, нежные. Все, картошечка такая с хрустящей корочкой. В общем, мне понравилась эта сковородка на мультикухне. И я ее решила пока не убирать. Буду на ней еще что-нибудь жарить. Но не сейчас. А сейчас что я хочу сделать? Я хочу сделать молочный коктейль. Кстати, кто-то в комментариях мне написал, что у вас за блендер. И вот у вас блендер сбивает очень хорошо. Получается пышный коктейль. А у нас вот он получается какой-то не пышный. Девочки, я не знаю, почему у вас не пышный. Может быть маленькая у вас мощность на вашем блендере. У меня блендер Bosch. Вот он, да? Смотрите какой. Я его как-то показывала. Ну, 600 ватт здесь мощность. Турбо режим есть. Просто кнопка пуск. И тут 12 режимов регулировка мощности. Можно сделать самую слабую мощность. Можно поставить, если вам нужно будет, допустим, венчиком взбивать. Чтобы он не сильно взбивал. А если, например, я как взбивать коктейль собираюсь, то я ставлю на 12, на самую мощную. Ну и что мне здесь нравится? А еще, может быть, играет роль то, что здесь вот такие вот отверстия, через которые выходит жидкость. Вот она крутится. Она выходит через эти отверстия. И она бьется об стенки. То есть взбивание получается как в два раза сильнее. Вот, может быть, из-за этого технологии играют роль. Мне здесь что нравится еще то, что когда стакан я опускаю, а потом вот здесь же вот грязное все, да, просто кнопочку нажал и снял вот эту верхнюю часть. Вот. В общем, я не просто так выбрала Бош. Все продумано. Бош. Я очень люблю технику. Вот. Ну что, для того, чтобы самый простой коктейль сделать, для этого нужно взять 200 миллилитров молока и один банан. Это самый простой коктейль. Если вам холодное нельзя, например, горло болит. Вот я, например, недавно как вот выстроила, да, молоко комнатной температуры. Вот. Ну, банан тоже комнатной температуры. А вот если летом, когда жарко, то можно взять тогда молоко, можно взять мороженого 100 грамм, добавить туда можно сироп какой-нибудь, варенье. Ну, я не буду сейчас добавлять ни варенье, ни сироп. Я просто сделаю молоко с бананчиком. Бананчик очистим. Вот у меня уже молочко 200 грамм. Ну, обычное вот такое молоко я беру, чтобы его можно было хранить подольше. Потому что я не каждый день молоко пью. Ну, вот так. Бананчик. 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 Банчик. 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 вот мой коктейль готов вот такой получился симпатичный приятного аппетита отличный напиток ну все пошла и дальше заниматься делами ну что девочки день подошел концу я решила себе уже вечером перед сном сделать вот такой десертик я беру одно яблоко надо его очистить от кожуры нарезать кубиками и потом туда добавить творог и можно добавить сметану можно йогурт в общем можно сметану там сахаром без сахара в общем кто у кого диета не диета что у кого как есть короче говоря я буду добавлять туда активию у меня есть йогурт активия и сейчас я это сделаю сейчас я яблочко очищу порежу ну вот у меня пачка допустим творога но пол пачки вот этой можно сюда положить и вот такую баночку йогурта положу будет вкусно не представляете себе как ну вот я нарезала яблочко можно еще какой-нибудь флук добавить туда например банан но я сегодня банан уже поела с коктейля поэтому я банан добавлять не буду яблоко достаточно можно грушу у кого что есть вообще такой десертик он очень вкусненькие просто его обожаю и легкая еда это можно наполнить поесть если кто-то на диете короче надо иногда разгружать себя а то мы же любим покушать жареную картошечку там жареное мясо поэтому нужно разгружать себя это у меня с вишней йогурт вот еще один фрукт сюда добавился ну все я сейчас размешаю буду кушать вы уже прям не могу как хочется это же вкусно нереально вкусно всем привет мои хорошие наступил следующий день завтра уже будет 1 мая я решила сегодня как обычно всегда перед майскими праздниками мы моем окна поэтому я решила окна сегодня быстренько помыть а там у меня варится мясо и буду сегодня варить еще больше на улице тепло на улице 26 градусов ну вот видите как быстро все моется вообще хочу сказать вот это замша которая для машины она очень здорово выручает она не оставляет разводов поэтому достаточно просто мокрой тряпкой сначала помыть а потом уже замша вот этой протереть все все отлично окно прозрачное теперь я буду снимать пейзажи через стекло для вас ну-ка давайте проверим осталось что-нибудь на стекле или нет по моему все очень даже чисто да по моему все очень даже чисто так что я сейчас по быстренькому протру еще два окошка и пока мясо сварится я уже все закончу а вы готовитесь как-нибудь первомайским праздником или вы ничего не делаете что-нибудь делаете наверно все какая красота чистые стекла вообще люблю чистые стекла чистые зеркала прямо любуюсь любуюсь прям так все видно да как будто бы и не через стекло вовсе здорово смотрите сколько градусов на градуснике при том что на градусник солнце пока еще не достала а уже теплым вообще на самом деле двадцать пять двадцать шесть градусов у нас сегодня все пошла я борщик варить картошечку я добавила уже к мясу мясо мне поварилась а тут вот на этой сковородочке я теперь зажарку делаю на мультикухне прекрасно вот это вот сковородецке получается отлично все скоро будет борщик готов уже капусточку нарезала все подготовила скоро будет готова вот я добралась до финишной прямой еще пару минут и уже борщ будет готов скоро будем кушать в общем девочки есть сегодня столько дел поделала уже я не знаю дело к вечеру борщ поела борщ конечно вкусно я не стала вам его показывать уже 250 раз уже показывала как вы уже знаете как готовить борщ вот что я хотела сказать я уже в магазин сходила и ждала целых три часа ждала пока доставку привезут мне faberlic в общем пока вот это вот все было движение я чудо пришла эту посылку принесла я так устала что мне уже нету сил я посмотрела что я уже очень много наснимала мне придется долго очень монтировать это видео поэтому девочки посылочку faberlic я покажу вам в следующем видео и еще много чего я хотела следующем видео вам показать и рассказать еще есть кое-какие планы задумки поэтому следующее видео будем считать что это будет как продолжение вот этого видео да и всех я поздравляю с наступающим днем 1 мая день трудящихся а мы все трудящиеся то есть для всех для нас этот праздник всех поздравляю ну естественно всем желаю не болеть самое главное и что все было у вас все хорошо но встретимся в следующем видео на этом я свое видео заканчиваю ставьте лайк кому понравилось видео и до новых встреч мои хорошие пока пока